Но жители областного центра проводят сегодняшний выходной на фестивале «Жара». Напомню, этот праздник третий год подряд радует тюменцев и гостей города. На площади 400-летия они знакомятся с товарами местных ремесленников, услугами которые предлагают бизнесмены. Но на этот раз организаторы решили пойти дальше, побить мировой рекорд. Подробности в материале Анастасии Нахрачевой. Праздник, который делают предприниматели. Так организаторы характеризовали городской фестиваль «Жара». Он проходит третий год подряд и в этот раз объединился с общегородским празднованием Дня молодежи. Поэтому эпицентр самых интересных событий здесь, на площади 400-летия Тюмени. Для горожан работало семь разных площадок. Например, в зоне туризм тюменцы могли поучаствовать в мастер-классах от местных ремесленников, попариться в мобильной бане, пострелять из трайкбольного автомата. Здесь же на площадке гости праздника по строчке читали сказку «Конек-горбунок». Так организаторы хотят побить мировой рекорд по самому массовому прочтению произведения Петра Иршова. У крестьянина три сына. Старший – умный был дедина. Средний сын – и так и сяк. Младший – вовсе был дурак. Рекорд этот нужен для чего? А так как с Ютровским блином – привлечь побольше внимания жителей других регионов и, может быть, даже стран. Потому что мы можем делать прекрасные праздники для себя, для своих тюменцев, для ишинцев, табаляков. Но это, как говорится, вам мало. Мы должны привлекать в наш регион туристов. Тем временем на главной сцене проходил ежегодный городской фестиваль «Черемуха». По свой профессионализм продемонстрировали более 300 спортсменов из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Елутровска. Развлекались и юные тюменцы, играли в гольф, занимали скалолазание, танцевали. В этот раз организаторы продумали интерактивы для детей разного возраста. Вот особенно молодежь, самая молодая наша молодежь. Приобщаем, так сказать, к социуму. Вот, а на самом деле сегодня прекрасная погода. Тюмень прям дарит нам сегодня замечательное настроение. За первые часы праздник посетили несколько тысяч человек. И с уверенностью можно сказать, Тюмень – город молодых. Честно, считаю себя молодежью. Я думаю, что у нас многие тюменцы, независимо от того, сколько им лет, независимо от того, в каком году они родились, они ощущают себя молодыми. Потому что многие проекты, которые уже реализованы в нашем городе, которые реализуются, его придумали молодые люди, которые строили в свое время наш регион, строили наш город, внесли свой значительный вклад в становление нашего региона. И, конечно, они все всегда подходили таким образом, что создавали то, что будет нравиться молодым, то, что будет через века радовать всех тех, кто проживает в нашем городе. Здесь были и мастер-классы, выступали различные эксперты, работали фотозоны. Голодным тоже никто не ушел. Кофе, бургеры, шашлык. Первый и один из важных посылов – это познакомить жителей города с предпринимателями, которые, собственно, делают этот праздник. Ну и второй посыл – это, наверное, как-то показать роль предпринимателя, что это не только человек, который, ну, не знаю, купи-продай, но это и те люди, кто пытаются сделать город лучше, кто пытаются делать какие-то яркие, интересные события. Вот после такого разнообразия смело можно сказать, что здесь, на площади 400-летия Тюмени, каждый, вне зависимости от возраста, мог увидеть, попробовать или сделать что-то интересное. Ведь не важно, сколько человеку лет, главное – душой не стареть. Анастасия Дохрачева, Сергей Мякишев, Тюменское время.